здравствуйте друзья хочу рассказать вам о том кого невозможно научить живописи и кому эта наука дается очень сложно есть и такие но сначала предыстория в моем городе ну и не только мне удается проводить мастер-классы и разный контингент приходит на эти мероприятия и вот однажды я занимался с художественной студии одной из в нашем городе то есть на занятия пришли уже более менее подготовленные молодые люди и мы с ними писали городской пейзаж один из местных видов я специально подготовил под этот мастер-класс текстурные поверхности то есть заложил основу под тот прием который хотел продемонстрировать на этом мастер-классе пришло больше человек чем ожидалось места за столом хватило не всех то есть получилось так что были и участники и зрители этого мастер-класса мы начали с того что я объяснил ход выполнения урока начал на листе закладывать композицию будущих архитектурных сооружений которые мы собрались передавать и вот я говорю вот это здание основное пишем его вот в этой части листа потом мы начинаем писать второстепенные объекты так легче создать центр композиции многие начали на своих листах повторять за мной как бы усваивает тот материал который я доношу но два-три человека я вижу что делают какие-то совсем другие действия на листах бумаги я задал вопрос почему вы делаете что-то свое они сказали что у нас такое видение и мы хотим так ну наверное с моей стороны было бы неправильным каким-то образом настаивать на том чтобы они точно следовали моим указанием или как-то поменяли свое поведение но хорошо раз у человека своего видим посмотрим что получится дальше я вел мастер-класс объясняю что текстурная поверхность помогает создавать вибрацию изображения помогает тому что стена выглядит действительно как а штукатуренная поверхность и объяснял и делал это все краской и многие кто повторял за мной смогли правильно выполнить этот прием и даже можно сказать восхитились и простоте исполнения и тому что у них была возможность понять этот прием те же кто следовал своим принципам вообще и изменили цветовую гамму и прием который я показывал с работая с текстурной поверхностью не применили ну не буду отвлекать вас долгим разговором а хочу сказать сразу что в результате занятия те кто в кавычках пошел своим путем так и не выполнили работу которую они сами задумывали и не следовали за мной и соответственно не выучили не заучили не получили знания по тем приемом которые были преподнесены в мастер-классе то есть удивить нас своим фееричным рисованием у этих людей не получилось взять с собой необходимые знания тоже не получилось и были еще зрители которые могли занять эти места как интересно получается те кто выполнял что-то свое обокрали и сами себя и того кто мог занять их место получится ли у них в дальнейшем карьера художника вполне возможно но такому человеку нужно полностью наверное обучаться самостоятельно потому что чужая рекомендация чужая 3 чужое требование выглядит для него как некая не свобода и но возможно иногда нужно снимать себя корону и превращаться в ученика я вот недавно посещал мастер-класс по каллиграфии очень интересно можно же взять лист и начать рисовать черной тушью пейзаж так как я это умею и все скажут как хорошо вы рисуете но мастер-класс там про другое каллиграфия линия наклон линии и самое интересное что у меня далеко не все получалось и конечно легче делать то что у тебя получается но следовать за мастер-классом тоже интересно если ты пришел именно за этим ну вот у меня к вам вопрос должен ли преподаватель ограничивать своего ученика в его свободе и же и перекосы в этой области когда в какой-то академии под копирку выпускаются ученики которые очень строго переняли технику преподавателя и потом в течение своей художественной карьеры боятся от нее отступить ну точнее не боятся она настолько проникает во все фибры души что от нее просто трудно отказаться остальное кажется неправильным некрасивым неуместным и приходится следовать наученному хорошо если какой-то ученик может оторваться от преподавателя и на базе хороших стабильных фундаментальных знаний сделать что-то свое но здесь конечно может быть во возражение не убивает ли в нас вообще учение всякую свободу и возможность творить это уже решайте для себя сами мне всегда было интересно изучать законы живописи композицию но при этом во главе моего канала стоит видео которое объясняет то что здесь не преподаются классические приемы живописи я ушел в некие декоративные техники и счастлив в этой области в этом направлении но я точно знаю что если мне удастся посетить мастер-класс какого-то хорошего художника я всем свои амбиции спрячу очень далеко и буду следовать за рекомендациями мастера потому что действительно если тебе нравится этот человек нравится его творчество перенять хоть каплю это уже огромное достижение которое ляжет в копилку твоего творческого багажа к чему я все это говорю а вот к тому что своенравность желание условной свободы постоянное действие в своем направлении нежелание прислушиваться к рекомендациям не умение сосредоточиться на учении вот это во многом преграждает к путь быстрому освоению техник познанию я все умею и могу сам новый куда далеко с этим уедешь еще попадаются талантливые лентяй начинает группа обучения и в ней всегда присутствует очень талантливый ученик он об этом знает преподаватели ему об этом говорят и он выделяется на фоне остальных но идет время осваивается программа и многие усердные начинают вырваться вперед получает более высокие оценки их работы забирает фонд вуза приглашают на участию в художник но выставках молодых художников от вуза внутри вуза и в город а тот вроде бы талантливый начинает играть непонятого художника но я вам все рассказываю примеры которые были перед моими глазами и в результате его талант нивелируется то есть даже ум какое-то умение нужно поддерживать и развивать потому что другие способные ученики если сейчас они находятся на каком-то невысоком этапе развития то в скором времени вполне могут занять лидирующие позиции ну здесь понятие лидирующая позиция условно но то есть развить свой талант до такой степени что их картины тоже будут интересными и привлекательными и для зрителей для галеристов и для покупателей еще одним трудным но небезнадежным учеником является человек который пришел сел и говорит научите меня рисовать у него спрашиваешь а где твои работы покажи пожалуйста что ты делал вот до этого момента он говорит ничего я просто хочу научиться рисовать здесь очень трудно определить во первых в каком направлении двигать такого человека во вторых каков у него потенциал поэтому я не работаю с некоторых пор с такими запросами всегда нужна стартовая позиция хотя бы 10 20 работ небольшого формата выполненных самостоятельно тогда человек уже сам понимает что у него получается что не получается вырастает запрос к преподавателю на какое-то знание иначе ему и самому трудно двигаться и когда такому ученику даешь знания не понять нет понимания заходит она ему или нет он просто выполняет и все там нет глазах не восторга не разочарование потому что нет внутреннего запроса на это знание научите меня рисовать поэтому если вы тоже идете к преподавателю желаете стартануть в освоении техник живописи имейте с собой хотя бы небольшое в портфолио пусть это будет пять ваших лучших работ выполненных на форматах а4 а3 акварельной бумаги с вами уже есть о чем разговаривать есть и покупатели моих мастер классов которые не следуют рекомендациям преподавателя в видео уроках конечно я не могу контролировать этот процесс но когда меня просят оценить созданную по уроку работу тоже очень сложно такую картину оценивать потому что пропадает критерий оценки вот картина образец которая получилась в конце урока мне прислали совсем другое произведение как его оценивать ведь она не получилось по уроку ну хорошо мы можем оценить там экспрессию композицию а тогда зачем курс покупался поэтому вы сами для себя решаете как вам удобно хорошо и интересно обучаться идти полностью своим путем или все таки опираться на знания других людей в поддержку преподавателя я могу сказать только то что даже дети маленькие когда учатся ходить и другим действием они учатся через подражание это самый короткий путь он встроен в человека так что желаю вам и хороших преподавателей из легкого и продуктивного обучения всего доброго до свидания до встречи а